всем привет дорогие друзья вы на канале sound lab с вами андрей литвиненко давайте пока есть такая возможность у меня вскроем вот такую коробочку и заглянем внутрь коробка приехала из города новороссийска от александра александр прислал мне кассетную деку для того чтобы я смог ее немножечко посмотреть и запрофилактировать это уже не первый раз когда александр просит чтобы я сделал что-то приятное и полезное так здесь я вижу вот этот вот адаптер 100 вольтовый так хорошо это пригодится здесь я вижу какая-то интересность мы сейчас подходим пенопласт конечно это все хорошо, но больше всего я вот это не люблю, этот снежок это все откладываем сюда и будем его использовать для того чтобы отправить ее в обратную сторону, а саму коробку будем сейчас использовать в качестве столика Решил я, что я не буду скрывать на коробке, на ней не очень удобно, давайте вот это штукенки пока посмотрим, ооо какая красота, хром-диапсид, у меня такие кассеты есть, но несколько штук, но не в таком превосходном состоянии как это, ох красота знаете, это скорее всего, это скорее всего, я недавно смотрел, это наверное где-нибудь до 82 года кассета, ну классно, классно-классно, единственное что коробочка, похоже что не ее, так, на оперном Олимпе ух ты блин, что это такое, значит послушаем, значит послушаем, здорово, вообще отличная кассета Слушайте, давайте я может быть скрою эту упаковку, как-то так это аккуратненько здесь ее вскрою отдельно, а потом уже покажу результат скрытки, потому что что-то мне как-то тут совсем это дело все не нравится, реально ребята, очень много было слоев пупырки, в которую было завернуто это декор, если бы я это все стал показывать, мне бы до утра пришлось, наверное, все это дело распаковывать вот, вот такой аппаратик приехал, сейчас спереди покажу итак, давайте разберемся, что же это за аппарат такой Sony TC-FX 705, ну сразу скажу, что аппарат японский, 100 вольтовый, поэтому подключать мы его будем через вот такой вот блок питания ну и дальше посмотрим, что он из себя представляет во включенном состоянии итак, все подключено, давайте попробуем нажать кнопочку power ага, вот оно как ну, знаете, я вот эти вот аппараты из 80-х ну, в меньшей степени видел их и хочу сказать, что ну производит впечатление если честно сказать производит впечатление так, что здесь у нас написано лазероморфная головка кассетный стабилизатор так, здесь вот что-то немножечко болтается компьютер контролит автофейдер, ну это, понятно, режимы индикатор очень интересный такой смотрите, как здесь интересно первый тип хрома 2 феррум хром, то есть третий тип отдельно выделен и метал то есть он определяет все причем для третьего типа ленты у него есть вот такая отдельная кнопочка авто, третий тип долгий НР ВЦ лайн аут и наушники регулируются вот таким вот вот таким вот образом ааа, смотрите как то есть крутилок нету все только плюс-минус плюс-минус баланс тоже самое ой, елки-палки круто не знаю насколько это хорошо или плохо это все станет известно в порядке эксплуатации так tape operation function memory audio memory ля-ля, что это такое ну все, в принципе, давайте оба-на ничего себе а что-то так круто по-моему так не должно быть так по-моему так не должно быть так давайте-ка сразу снимем крышечку заглянем святая святых так что мы здесь видим мы здесь видим головки вот вот так вот лазероморфную значит хозяин этой деки попросил меня поменять ролик потому что данный ролик треснул пополам да и вот здесь даже эту трещину видно вот она сейчас посвечу как следует вот видите трещину в резине вот ну плюс тут вот фиксирующая шайба улетела куда-то ну и я так понимаю что надо будет разобраться вот с этим механизмом который плавно должен открывать кассету ага ну а дальше уже посмотрим по электрическим характеристикам что там да как вот может быть придется еще что-то подстраивать честно говоря не хотелось бы в электрику лезть потому что по электрике я не такой уж прямо огромный специалист вот такая вот головочка соневская модель вот так первое знакомство ну что пойдем внутрь заглянем со снятой крышкой она выглядит так это самое очень-очень серьезно механика какая у нее тут механика так это что у нас здесь а я думал это какие-то волосины это оказывается проводочки такие припаяны так вон они тянутся мотор пасек что тут можно сказать с этим мотором и с этим пасеком сейчас давайте приблизим посмотрим крутится довольно тихо потом померяем коэффициент детонации сейчас он должен посредине находиться так посредине этого шкива так вот здесь у нас что я что вижу вот это интересно уже колхоз или что это что-то вот это вот надо будет разглядеть получше вообще как бы а дальше уже и не заглянуть дальше там уже не знаю что там есть так здесь написано распроизведение и запись усилитель L левый что-ли-канал да здесь power trans audio блок psb да ну мне вот придется здесь разбираться с этой вот кинематикой в первую очередь и как ее тут и доставать пока ума не приложу ну достать надо будет достать обязательно будет надо вот так вот это у нас это как ее назвать то капсула не капсула но там где поршень должен ходить и создавать нам мягкое плавное открывание дверцы вот она штучка надо будет разобраться с ней потому что вот это хлопание дверцы это не есть хорошо так здесь систем контрол систем контрол ля-ля-ля ну ладненько 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 еще чтобы это снять надо тут отгибать смотри как-то как-то это было все не входило в мои планы там здесь вот левый правый подстроечники какие-то так здесь тоже рек-левел правый это что непонятно что а где рек-левел левый вот а нет это короче надо разбираться разбираться надо ясненько ну все как бы внутрь заглянули сзади у нас тут что сзади у нас тут все написано практически все понятно что я все читать умею вот если бы не вот эти вот значки 4-5 я бы точно запутался бы так вот это вот какой-то дистанционник здесь у нас что это рекордер туля тополя ну и все и больше нету тут ничего так что такое пока что в первом приближении знакомство с данной кассетной декой да чуть было не забыл давайте хотя бы кассету кто-нибудь ему подсунем посмотрим как он тут вообще издает какие-нибудь звуки подает признаки жизни или нет ого прикольно так есть такое дело вот это у нас play походу о бабац щелкло так тут у нас уже что-то что-то поет ой красивенько как мне нравится да индикатор хорошо красиво работает так-то вроде тихо крутит даже с этим треснутым роликом вроде бы и ленту не заминает все такое прочее здесь дырок куча всяких с крутилками отверстия сделаны так ну что я могу сказать первое визуальное внешнее впечатление довольно положительно довольно положительно так давайте посмотрим как он перематывает так вот в обратную сторону потише вперед так я понимаю у него щетчик работает сразу как у всех соник в основном минуты секунды то есть они не заморачиваются на эти попугайчики в обратную сторону так сюда тоже крутит довольно уверенно то есть с перемотками в принципе вопросов нет здесь немножко так это щелкает ну ладно ну что ж давайте все будем разбираться сейчас кассету аккуратно вытащу и будем дальше разбираться ну одну задачу решить удалось без разбора ЛПМ это более-менее плавное открывание кассета приемника вот теперь кассета приемника открывается вот так решилась с помощью замены вот такой вот родной резинки которая там стояла не знаю родная она или нет на вот резинку из вот такого вот набора вот такой вот набор купленный был в магазине фикс прайс по моему за 57 рублей вот всякие штучки такие вот резиночки эти наборы мне кстати помогли и для восстановления работоспособности кассетных магнитофонов советских электроника 302 здесь тоже есть такие резинки которые туда в качестве Идлера на приемный узел вполне подходит единственное что они более толстые широкие и я их немножечко на наждачке убирал у них это цен лишнюю резину вот так все нормально так значит здесь в общем то есть одно дело сделали значит второй вопрос это вот мне не очень нравится вот эта вот крышка вот она вот здесь вот прямо гуляет вот так вот гуляет и гуляет значит что мы делаем мы смотрим здесь вот у нее по бокам в этой крышке вот такие выемки раз и два вот и с этой стороны и с этой стороны и соответственно здесь должны быть крепления но тут вот мы видим вот в этом месте крепление сломано здесь вот есть штырь здесь крепление сломано оно должно быть вот тут как здесь как с этой стороны видите таким рычагом оно обломано в результате получается что этой правой половиной оно садится только на одну точку вторая точка болтыхается и как это все придумать пока не знаю ну будем соображать ну вот я вынул ролик что-то он больно весь смазан тут не пойми чем сейчас покажу где это трещина в резине вот она вот она эта трещина так ладно это все надо разбирать это все надо разбирать наверное я вот этот ролик поставлю из своих запасов но он новый по размерам он полностью совпадает и по ширине и по диаметру тут полная идентичность его поставлю и так два мероприятия я сделал первое это чтобы дверца не хлопала и второе значит я заменил ролик сейчас произведу замеры замеры что тут у нас вообще со скоростью с коэффициентом детонации нуждается ли пасек в замене ну и произведу дальнейшие действия с зеркальными кассетами посмотрим что тут у нас с прохождением ленты так вот я поставил кассету для замера скорости и детонации так что у нас получается что у нас получается у нас в принципе все около дела я вообще надеялся что будет хуже но но только что если скорости чуть-чуть добавить пробовать 3 150 должно быть там плюс-минус 10 или 15 в принципе укладывается но попробую добавить вот а коэффициент детонации очень даже неплохой пускай вот пускай вот так что вполне приемлемо так ну здесь лента хорошо идет все все как бы нормально давайте посмотрим что у нас здесь ну это начат ну здесь тоже вроде бы все хорошо но здесь тоже вроде бы все хорошо И тут тоже нормально. Так, ну в общем-то здесь с механикой малой кровью я обошелся, не стал влезать Дека работает, теперь она открывается вот так вот, плавненько, аккуратненько, так же закрывается Вид у нее конечно классный, мне так нравится вот это вот окошко, где кассета видно как вращается Ну и индикатор хороший, мне нравится тоже, ну вообще Дека вообще такая, лично на меня производит приятное впечатление. Сонька, а вот здесь вот красочкой написано Еще разочек, красота страшная сила. Вот крышка от этой Деки, ну тут она немножечко в таком состоянии, не знаю Ну наверное это нормально для Деки, приехавших из Японии. Но я одну вещь сразу не заметил Это вот такая вот инструкция, видимо по откручиванию морды лица Жалко, что тут конечно все по-японски написано, но по большому счету конечно можно сообразить. Здесь вот каждый винтик пронумерован, видимо сначала этот откручивается, потом второй, третий, четвертый, пятый, шестой И так по кругу все откручивается и мордуленция видимо снимается. Очень удобно, очень удобно Так, ну а я заканчиваю. Я заканчиваю Декой, потому что больше мне здесь делать нечего По уровням я ее скорректировал и сейчас буду крышку прикручивать и все Ну вот и закончилось мое знакомство с такой замечательной Декой Как вы сейчас видите Хочется посмотреть на нее еще раз, пока она не уехала к своему основному хозяину Ну а всем зрителям моего канала я желаю всего самого хорошего Заходите ко мне, смотрите мое видео, пусть у вас все будет хорошо Всем до новых встреч, пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok